Здравствуйте! В этом видео мы сошьем джоггеры с эластичным поясом на резинке из эко-кожи. Кстати, по низу брюквы также можете добавить эластичные манжеты. Их обработка абсолютно аналогична поясу. Ну и конечно, джоггеры по этому видео вы можете сшить не только из эко-кожи, можно использовать классический вариант трикотаж, например, футер. Для пошива джоггеров нам потребуется материал длиной равной длине изделия, то есть длине ваших будущих джокеров, плюс примерно 30 сантиметров. При этом ширина материала должна быть не менее 150 сантиметров. Такой расчет расхода ткани будет корректным до примерно сорок восьмого размера. В больших размерах может потребоваться уже больше материала. Например, можно закладывать не одну длину изделия джоггеров, а полторы длины, а лучше всего две длины. То есть, к примеру, если длина ваших джоггеров в готовом виде предполагается равной 90 сантиметрам, то лучше всего взять 180 сантиметров или даже 2 метра. В этом видео использована эко-кожа на трикотажной основе, при этом изнаночная сторона материала имеет короткий мягкий нежный ворс, начес. Полотно в силу своего трикотажного основания хорошо растягивается. Конечно, больше оно растягивается по уточному направлению, то есть поперек кромки. Если вы тоже собираетесь шить джоггеры из эко-кожи, то я советую перед покупкой обязательно хорошенько растянуть образец материала, проверить его на эластичность и на прочность. Некоторые виды материалов, именуемых эко-кожей, лопаются от небольшого растяжения. Для брюк такие материалы лучше всего не использовать. Брюки имеют большое количество участков, которые испытывают повышенное натяжение и давление, поэтому нам необходимы прочные материалы. Мне потребовался 1 метр материала при обычной средней ширине. Также нам потребуется эластичная тесьма или просто резинка шириной примерно 3-4 сантиметра. На самом деле ширина резинки должна быть равна желаемой ширине пояса, то есть пояса в готовом виде. Что касается длины эластичной тесьмы, то это примерно ваша мерка обхвата талии. Можно взять немного больше с запасом. Точное количество, к сожалению, сказать не могу, поскольку степень эластичности у резинок может быть разной. К примеру, для себя я использую длину, равную мерке обхвата талии. Для пошива эко-кожи чаще всего нельзя использовать обычные портновские булавки или иголки, поскольку могут остаться следы от проколов. Встречаются редкие экземпляры эко-кожи, когда следы от проколов не остаются или они совершенно незаметны невооруженным глазом, но все же лучше воспользоваться специальными зажимами клипсами. Их можно найти в магазинах фурнитуры. Насколько я знаю, они предназначены не только для пошива кожи и эко-кожи, а главным образом для квилтинга. Ими удобно скреплять детали, срезы, ну и, конечно, потребуется их постепенно убирать с деталей в процессе прокладывания строчки на машинке. Ну, это, к примеру, в случае, если вы привыкли шить прямо поверх булавок. Также из необычного для пошива джокеров из эко-кожи вам может потребоваться тефлоновая лапка. Я купила лапку от Genome, специально для моей машинки. Ее стоимость около 1000 рублей. Я знаю, что есть огромное количество ноунейма аналогов. Вы можете их поискать в интернете, на алиэкспресс. Их стоимость гораздо ниже. Но если у вас нет тефлоновой лапки, а шить эко-кожу нужно прямо сейчас, то есть несколько альтернативных решений. О них я расскажу чуть позже. Также нам потребуются специальные иглы для кожи. Если вы шьете джогеры не из эко-кожи, а, например, просто из трикотажа, то также лучше всего использовать специальные иглы, но с маркировкой трикотаж, джерси, стретч, супер стретч. Также нам потребуется нитка в цвет. Для стачивания деталей и для прокладывания лицевых отделочных строчек я буду использовать нитку от Gutterman. Она мне нравится своей прочностью и тонкостью. Перед раскроем я обязательно удаляю кромку, складываю материал пополам, совмещая срезы кромки. Лицевая сторона материала остается при этом внутри, и кромку располагаю к себе. Таким образом, долевая нить, то есть та, которая идет вдоль кромки, сейчас располагается по горизонтали. Ну и поскольку изнаночная сторона материала имеет ворс, я обозначаю направление ворса слева направо. Мне потребуется расположить переднюю и заднюю деталь брюк в одном направлении, чтобы талиевые срезы были слева. Обычно я могу разложить противоположными сторонами, то есть, например, одна половинка смотрит наверх, другая вниз. Так получается сэкономить немаленький отрез материала, который можно использовать, например, для раскроя пояса или манжет. Но поскольку мой материал имеет направление ворса, я буду выкладывать выкройку в одном направлении. Кстати, я использую готовую базовую основу брюк своего размера. Такую базовую основу брюк можно найти на сайте. Она стоит всего 70 рублей, и там представлены размеры от 40 до 54 и роста от 150 до 178. Ссылку на базовую основу брюк я оставлю внизу в описании к видео. Это классические прямые брюки. Как видите, они с вытачками по талии. Вытачки я очерчивать не буду, а просто соединю отрезки по талии друг с другом плавной линией. Также я делаю брюки немного шире по боковым линиям, примерно на полтора-два сантиметра. Для этого от самой широкой точки брюк на уровне бедер просто провожу линию наверх до уровня талиевого среза. Таким образом мы получаем более широкий срез талии. Это позволит нам надевать брюки без дополнительных застежек, то есть не потребуется обрабатывать молнию. Если вы тоже будете шить джоггеры из материала с ворсом, то готовьтесь к тому, что ворс после раскроя материала может осыпаться. Поэтому потребуется липкий ролик для сбора ворса. Но если вы особо чувствительны к ворсу и к пыли от тканей, то лучше всего надеть маску. Я раскроила переднюю и заднюю половинку деталей. И теперь соединю детали друг с другом по боковым срезам, подтяну друг к другу внутренние шаговые срезы и также скреплю их. Та деталь, которая оказалась шире, является задней половинкой брюк. Нам потребуется проложить строчку с отступом сантиметр от края. Я закладывала везде по сантиметру на припуске. И срезы необходимо обметать. Я буду обрабатывать срезы оверлоком. Срезы по боковым и внутренним шаговым швам я обрабатываю, обметываю вместе. И на оверлоке сделать это не составляет никакого труда. Вы можете заменить альтернативный край обметочной строчкой, которая есть у вашей машинки. Например, зигзагообразный. Если материал не имеет ворса, можно вообще не обрабатывать срезы, поскольку они не будут осыпаться. Также потребуется обметать срезы по низу изделия. И сделать это не так просто, поскольку лапка проходит поверх лицевой стороны материал, то есть поверх эко-кожи. Я буду смазывать поверхность кожи именно с лицевой стороны, в месте, где она будет соприкасаться с лапкой, обычным косметическим маслом. В целом подойдет любое масло, которое у вас есть. Детское, абрикосовое, миндальное. Я смачиваю ей кончик ватной палочки и наношу совсем немного. Не нужно, чтобы масло стекало с поверхности. Достаточно будет небольшого касания. Готово. Боковые внутренние шаговые швы прострочили. С лицевой стороны шов выглядит достаточно аккуратно. Он прочный, не разрывается при растяжении, но опять-таки это залог качественного материала. Теперь вывернем одну деталь брюк на лицевую сторону, вторую оставим на изнаночной стороне и вложим одну деталь брюк в другую, так, чтобы они соединились лицевыми сторонами вместе. Нам необходимо совместить средние срезы, то есть округлые срезы с задней и передней части брюк. И также проложить строчку на 1 см срезы при необходимости обметать. Проложили строчку по среднему шву, срезы обметали и можем перейти к обработке пояса. Скраим пояс. Для этого нам потребуется прямоугольник шириной, равной двойной желаемой ширине пояса, плюс 2 см. Либо вы можете ориентироваться на ширину вашей резинки. К примеру, ширина вашей резинки равна 3 см. Умножаем это значение на 2, получаем 6 см и добавим еще 2 см на швы, итого 8 см. Можно добавить еще, к примеру, сантиметр на свободу движения резинки. Еще я советую кроить пояс в длину по уточному направлению, то есть поперек кромки. Поскольку по утку материал намного лучше тянется и мы сможем скроить деталь пояса меньшей длины, а это значит, что меньшее количество материала будет собираться в сборку на талии. Это намного комфортнее. Длина прямоугольника равна в среднем мерке обхвата бедер. Это для того, чтобы вы могли надеть брюки и провести их через уровень бедер, который, как правило, самый широкий. Если ваш материал тянется достаточно хорошо, то эту величину можно сократить. Для этого попробуйте растянуть материал. Прямоугольник, деталь будущего пояса, складываем пополам, совмещая короткие срезы, лицевая сторона материала остается внутри, и стачиваем короткие срезы на сантиметр от края. Проложили строчку по коротким срезам детали пояса. Внутренние срезы обметывать не нужно, поскольку они остаются внутри. Также соединим концы эластичной тесьмы вместе. Можно просто наложить один край на другой и проложить строчку. Я пока только скреплю булавкой для того, чтобы продемонстрировать вам свои будущие действия. После того, как эластичная тесьма тоже будет застрочена, я вложу ее во внутрь пояса. Изнаночная сторона детали пояса остается внутри. Далее я скрепляю срезы пояса друг с другом только в два слоя. Резинка, эластичная тесьма, при этом должна оставаться свободной, то есть не нужно ее фиксировать клипсами. И нам потребуется проложить строчку на сантиметр от края по всему открытому срезу пояса. То есть мы предварительно заготовим пояс. Так нам будет проще прикреплять его к талиевому срезу брюк. Пояс готов, он прекрасно растягивается и смотрится достаточно интересно. Кстати, вы можете проложить еще одну либо две строчки прямо поверх пояса, разделив ширину пояса пропорционально. Это тоже будет очень красиво. Можно проложить строчки прямо сейчас до соединения с брюками. Можно сделать это потом. Соединим пояс с талевым срезом. Шов по поясу я присоединяю к заднему среднему шву. Оттягиваю середину у пояса и прикрепляю ее к среднему шву спереди. Далее оттягиваю каждый участок и нахожу середину. Фиксирую клипсами. Делаю это по всему талевому срезу. Далее прокладываем строчку на один сантиметр от края, то есть можно просто продублировать ту же самую строчку по поясу. И срезы при этом я также обметаю, поскольку ворс осыпается. Для того, чтобы красиво завершить обмёточную строчку, я оставляю небольшой хвостик длиной 5 сантиметров и прячу его вовнутрь строчки либо между срезами. Для этого я использую иголку с большим широким ушком. Также существует специальное приспособление. Крючки. Концы обмёточных строчек по низу брюк я также прячу вовнутрь строчки. Срезы низа брюк я просто отогну вовнутрь примерно на 2 сантиметра, но застрачивать не буду. Не хочу иметь лишних строчек по лицевой стороне изделия, поэтому просто их подклею. Для этого можно воспользоваться термо-трансферной лентой или полоской-паутинкой, вложить ее под срезы, сверху накрыть хлопковой тканью проутюжильником и отстоять утюгом. Как видите, срезы я также фиксирую с помощью зажимов без булавок. И при утюжке важно не заводить утюг на клипсы, иначе останутся следы. И вот так выглядит низ брюк после приклеивания срезов. Очень аккуратно и минималистично. При этом низ брюк сохраняет свою эластичность. Ну и конечно вы можете по низу брюк обработать манжеты. Обработка точно такая же, как и у пояса. Ничем не отличается. Отличается только длина детали манжета. Кстати, по поясу я проложила дополнительные две строчки, разбив ширину пояса пропорционально на три части. И это удобно делать, когда есть тефлоновая лапка, поскольку приходится постоянно строчить с лицевой стороны. Если тефлоновой лапки нет, то для такой строчки вы можете воспользоваться тонкой калькой, либо салфеткой. Кальку накладываем поверх материала и прямо вместе с калькой даем строчку с обычной лапкой. На этом джоггеры будут готовы. Я советую вам обязательно их сшить, поскольку это супер удобный и идеальный вариант для зимы, весны и осени. В них тепло, они неплохо защищают от ветра и еще отталкивают грязь, силу своей необыкновенной поверхности. Ну и поскольку джоггеры на трикотажной основе, в них еще более комфортно, поскольку они хорошо растягиваются. Благодарю вас за просмотр, мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok